Окунуться в эпоху Петровских реформ, а именно в начало 18 века, когда впервые на Руси стали появляться балы, сегодня возможно благодаря такому масштабному культурному событию, как Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал. Он и задумывался как уникальное событие, и для этого были изучены достаточно большие пласты истории, для того, чтобы узнать те самые критерии, которые делают бал балом, для того, чтобы в современной культуре, в современном обществе массовое мероприятие можно было назвать балом, для того, чтобы она отвечала максимальным меркам, максимальным требованиям, сопутствующим именно балу. В этом году участие в Севастопольском балу примут 130 офицерских и 100 гражданских пар, которые ежедневно готовились на протяжении трех месяцев. Организаторы уверяют, благодаря профессиональным хореографам, научить танцевать можно любого даже за неделю, поэтому главное – успеть подать заявку за семь дней до начала праздника. Необходимое мероприятие не только в плане взаимодействия между гражданским обществом, военным обществом, для военнослужащих, для самих, которые принимают участие в этом мероприятии, это очень важно, потому что действительно раскрываются внутренние скрытые таланты после сложных трудовых армейских будней. Да, это мероприятие просто необходимо. Помимо этого, идет содружество между флотами, на сегодняшний день заявили о своем участии представители Северного флота. Во время бала гости и жители полуострова смогут принять участие в благотворительном аукционе и лотереи. Все собранные деньги пойдут на поддержку одаренных детей и малоимущих семей, которые живут в Севастополе. В этом году получить такую помощь смогут трое ребят. Организаторы обещают купить юным талантам музыкальные инструменты, краски и мольберт – все то, что необходимо для творческого развития. Это ежегодное мероприятие получило поддержку и у правительства Севастополя. Играет важную роль в череде мероприятий событийного туризма. Мы надеемся, что и в этом году Севастопольский бал станет ярким событием в культурной жизни города и в культурной жизни страны. Это идея того, что объединяются совершенно разные люди на базе танца. На базе того, что они могут взяться за руки, улыбнуться друг к другу и начать танцевать. Это на самом деле звучит очень просто. И как сложно переступить этот рубеж, войти в зал, пригласить свою даму и начать танцевать. Организаторы отмечают, что с каждым годом заявок становится все больше. А некоторые пары, приняв участие один раз, потом уже не могут остановиться. Это мероприятие, в котором мы общаемся с новыми людьми, развиваемся. Какая-то отдушина. На службе своей заботы ты приходишь, снял эмоциональную нагрузку, потанцевал, вернулся, опять в рутину службы и опять сюда. И опять сюда, да. То есть изо дня в день. Нам очень нравится. Второй год подряд участвуем. Очень довольны. Каждым годом все масштабнее и масштабнее. Мы можем сделать уже этот вывод. Все, раньше начинаются репетиции. Репетиции все больше. Более усердно за нами слезят. Уже намного больше танцев мы изучаем. Четвертый большой севастопольский благотворительный офицерский бал пройдет 11 июня под открытым небом на площади Михайловска береговой батареи. Анна Стекова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Севастополь.